Россия против всего мира, и не только это в М1, по-моему, было. Ну и вот, некий такой ренессанс, и, конечно, очень любопытно будет посмотреть, как закончится это противостояние. Ну и, друзья, на ваших экранах местный боец Казим Туменов, кандидат в мастера спорта по боксу. Пока что на его счету лишь один бой, но это не мудрено, парню всего лишь 18 лет. И, я думаю, фамилия Казима Туменова, скажем так, сразу же навела на определенные вопросы, и вопросы эти абсолютно справедливые. Казим Туменов – двоюродный брат звезды организации UFC Альбернова. И, более того, Казим Туменов помогает Альберту готовиться к его поединкам, то есть у них идет обоюдная работа. И сам Альберт Туменов отмечал, что, в частности, в последнее время они работают вместе, потому что его брат, как и его грядущий соперник Эдвард, тоже левша, и поэтому ему удобно ринговать в данной ситуации. Встречайте, Сабухи Гуриев! А в красном углу клетки его соперник. Бойцу 18 лет, ростом 170 сантиметров, вес 70 килограммов ровно. Кандидат в мастера спорта по боксу. Профессиональный рекорд бойца. Один бой и одна победа. Приветствуйся. Казаим Туменов! Да, правильно все-таки звучит имя Казаим, хотя в отдельных источниках пишут Казим. Ну что ж, будем называть так, как сейчас мы увидели на плашке Казаим Туменов против Сабуи Гулиева. Коленями в голову, только в стойке. Затылок позвоночник, где бьем в бартере активность. Пожали руки. Удачи, Апоэм, полглава. Даже 8 лет разницы между спортсменами. Ну посмотрим. Я думаю, спарринги с двоюродным братом не должны пройти бесследно. Для Казаима Туменова. Ну а что касается Альберта Туменова, то этот боец силен практически во всех компонентах. Ну а что касается Альберта Туменова, пока есть немножко времени, я все-таки дополню. У него тоже скоро бой и пройдет это 8 октября в Манчестере. И соперником будет Леон Эдвардс, тот самый Левша. Оппонент нашего Альберта Туменова по прозвищу Эйнштейн. Ну что ж, пока старается поддавливать, прессинговать Казаим Туменов. О, неплохое попадание и тут же азербайджанец отвечает мощным боковым. Ну, будем считать, что так поздоровались друг с другом в этом бою оба бойца. Простите за тавтологию. Несмотря на то, что легкий вес, в принципе, 70 килограмм, тяжеловато двигаются по рингу. Двигаются тяжеловато, но при этом и бьют достаточно мощно. Удары очень сильные, да. То есть вкладываются. Ну вот на подшаге сейчас пытается сблизиться Казаим Туменов, навязать серийный обмен. Гули его. Соответственно, с Абухей, конечно, ему выгоднее уходить в борьбу, очевидно. Ну, поэтому не особо торопится это делать. Очень жесткий размер, хороший такой. Да, не остается в долгу друг перед другом. Ну и вот, то, о чем вы говорили в исполнении Сабухи Гулиева. Перевод в портер не получился. Не факт, что у него будет еще одна возможность. Все-таки кандидат Мстера спорта по боксу. Ну, с другой стороны, надо учитывать, что Гулиев-то боец по сравнению с Казаимом более опытный. И дрался в самых разных организациях. В том числе был у него один бой и на ACB, правда, не лучшим образом он его провел. Проиграл там Сайфулей Джабраилова. Но потом было две победы на азербайджанских промоушенах. Попадание сейчас было хорошее боковое право Казаима. И опять попытка пройти в одну ногу в исполнении Сабухи Гулиева. Так вот, побеждал в этом году Сабухи Гулиев, Джалала Мирзапура и Аджи Ширинова. В рамках своих местных промоушенов. И все это произошло, соответственно, в январе и в апреле. И вот теперь третий бой. Ну и есть, есть тейкдаун. Быстро поднимается наш спортсмен Казаим Туменов. Очень хорошее попадание у Казаима. Прямо одно за другим идет. И еще одно попадание мощное справа. Как бы не появилось рассечение с Сабухи Гулиева. Просто не совсем понятно под этим... Такие удары, они же еще накапливаются, накапливаются. И рано или поздно мы можем увидеть очень жестокий нокаут. 40 секунд до конца первого раунда. Это, в принципе, более чем достаточно. Аджи Ширинова. Раздергивает Казаим Туменов. И вот окончен первый раунд. Ну, что можно сказать? В принципе, Казаим Туменов, в общем, выглядел поактивнее, поувереннее. Но был эпизод, конечно, и у Сабаи Гулиева. В частности, с тем переводом в партер. Судя по всему, Казаим, когда готовился к этому бою, он знал свое слабое место, как любой боксер. Это как раз перевод в партер, и он очень хорошо поработал над этим. На защите, имеете в виду? Да, на защите, да. От прохода в ноги. Прямо видно, что это целенаправленно человек защищается. И он знает, что он делает. То есть это не хаотичные какие-то движения, когда вашу ногу прихватили. Сейчас показывает размер. Ну, были неплохие попадания, конечно, и у Сабаи Гулиева. Но в целом, по количеству выброшенных и точных ударов, я думаю, неоспоримое преимущество у российского спортсмена из Кабардино-Балкарии. Второй финальный раунд. Ну что ж, второй раунд интереснейшего поединка. Казаим Туменов, кузен знаменитого Альберта Туменова, проводит свой второй профессиональный бой против более опытного соперника из Азербайджана Сабуи Гулиева. Кандидат в мастера спорта по боксу Казаим против базового борца из Азербайджана. Ну вот снова передней рукой работает Казаим Туменов. Выцеливает. Ну, такая, кстати, в большей части боксерская манера действительно и есть. В большинстве эпизодов в исполнении Туменова. Ну и, в свою очередь, Сабуи Гулиев старается показать, что ему тоже есть чем ответить в этом компоненте. Лоу-кик по внешней стороне, такой размягчающий в исполнении Казаима Туменова. Неплохо сейчас правой рукой достал Туменов своего оппонента. И снова хорошо ушел от прохода в ноги боец из Кабардино-Балкарии. Ох, хорошее попадание. Двойка. Провалил и встретил Казаима. Как будто пытается на себя его выкинуть, провалить и встретить. И вот опять, опять уходит от попыток пройти в ноги Сабуи Гулиева Казаим Туменов. Старым номером все время работает, обратите внимание. Ждет и потом встречает. Дергой, дергой. Провоцирует. Тяжелые такие попадания. Надо дать должное спортсмену из Азербайджана. Он держит удар. Попытка выбросить хайкик навстречу в исполнении Сабуи Гулиева. Ну, вовремя на отходе сработал сейчас Казаим Туменов. И действительно, работает вторым номером, но второй номер, жаль, достаточно ощутимо. Очень грамотно, тактически построен бой. Есть хорошее попадание боковым. Ну, вот сейчас даже немного отдал инициативу, по-моему, Сабуи Гулиев. Не так уже уверенно действует в атаке. Еще одно попадание справа в область грудной клетки. Не сказать, что это самый страшный удар, но тем не менее... Определенный ущерб он наносит. Ну, да. Вообще, если попасть прямо в сердце, то очень неприятно бывает. Сбивает дыхание очень сильно. И вот сейчас пытался комбинационную работу продемонстрировать Казаим Туменов. Выбросить боковой и тут же добавить. Очень мощная сечка сейчас у Сабуи Гулиева. Да, и, по-моему, нужна здесь помощь медицинского персонала. Как минимум для того, чтобы остановить кровотечение. А может быть и определить, стоит ли продолжать в состоянии или дальше сражаться Сабуи Гулиев. 24 секунды до конца раунда и, собственно, второго раунда и бой, очевидно. По тому, что мы видели, даже если ему врачи разрешат продолжать бой, я не думаю, что это принципиально на что-то скажется. Да, что Сабуи что-то успеет изменить за это время. Хотя это ММА здесь, молодую, все что угодно. Ну, если только рассчитывать на так называемый лаки-панч, но, опять же, что касается ударного компонента, то здесь, конечно, исключительная доминация нашего бойца. Да. Лаки-панч. Нравится это название лаки-панч, но я никогда не слышал. Лаки-проход в ноги. Лаки-сабмишн. Сечка достаточно глубокая. Дровь, да, хотя тяжело остановить ее в таком месте. Вы знаете, я думаю, даже если и удастся медикам остановить кровотечение, то в любом случае при малейшем же контакте она снова откроется. Да. Вот что делать в такой ситуации? Проявлять мужество, как любят охарактеризовывать данные моменты, да, различного рода специалисты? Либо благоразумие? Вообще, здесь должен работать как раз секундант, который по-хорошему, ну, я бы на месте секунданта в такой ситуации постоял, попробовал настоять на том, чтобы врачи сняли. В принципе, сечка не тяжелая, но это просто тактика. Одно дело, когда ты проигрываешь по волевым удушающим или нокаутам, когда ты проигрываешь по очкам, или когда тебя снимает врач. Чисто, ну, как бы, психологически, когда тебя снимал врач, это, ну, легче, что называется. Но боец никогда этого не скажет, он всегда готов продолжать, на то он и боец, иначе он долго не продержится. А для этих целей есть секундант, который берет на себя эту ответственность, берет на себя этот груз. И, как бы, отчасти он, что-то, берет на себя это в виду, можно так сказать. Потом боец будет иметь полное право говорить, что я готов быть продолжать, и так далее. Так что, продолжится все-таки бой? Да, 24 секунды еще, смотрим. Ну, опять же, это характер, это бой. Пожелаем, опять же, красивого завершения боя. Да, вот пошел уже стук молотка, который напоминает о том, что в ряд идут последние секунды поединка. Я думаю, тоже Козаиму Туменову не нужно искать добра от добра. Я думаю, сейчас мы увидим поднятую руку как раз-таки нашего спортсмена. И тем самым счет противостояния бойцов Северного Кавказа против сборной мира будет открыт в пользу наших соотечественников. Ага, бой все-таки пройдет три раунда. Да, это формула как раз-таки для этого турнира не отличается от той, которую применяют на всех остальных. На всех остальных событиях, связанных со смешанными единоборствами, я объясню, в чем наше замешательство. Как правило, все турниры Prime проводились с двухраундовыми, проводились по формуле двухраундовых поединков. Но вот здесь... Как и предыдущий бой. Да, как и предыдущий бой, но тот бой, я уже говорил, был вне программы. Точнее, он шел по программе несколько другой в рамках Prime Selection. Был полуфинальный бой. Ну, а здесь международный Кавказский чемпионат по смешанным единоборствам. В памяти двух глав регионов. И здесь уже формула классическая, да, три раунда по пять минут. Поэтому поспешили мы с выводами. Да, тогда бросим обращение у зрителей. Тогда, да, все правильно сделали. И как явное оживление какое в третьем раунде, в начале самого третьего раунда. Азербайджанский спортсмен прям сделал работу над ошибками, как будто. Ну и в очередной раз хорошо уходит от проходов Казаим Туменов. И мощно выбрасывает удары. Практически все они достигают цели. За 40 секунд третьего раунда было проходов, попыток проходов в ноги больше, чем за предыдущие два раунда. Ну и снова открылось это рассечение, то, о чем я говорил. И раз за разом попадает в одно и то же место. Да, подстой с сильной левой рукой. С левой руки Казаим Туменов. Еще одно попадание. Еще, еще, поплыл, поплыл сейчас где-то с собой Гулиев. Ну, он очень хорошо держит удар. До сих пор на ногах и еще дает бой, что называется. Я уж не знаю, мы не слышали, конечно, что говорили секунданты с собой Гулиева, но, честно говоря, не совсем понятна эта отчаянная попытка пройти в ноги, видя то, что ничего не получается, почему бы не предпринять что-то принципиально другого. Все равно терять уже нечего. Как вы думаете, Георгий? Ну, я бы вначале пытался порвать дистанцию, сблизиться и сделать перевод в партер. Потому что с боксером драться в стойке, на руках. С базовым боксером, скажем так. Еще одно тяжелое попадание. Да, а вот проходы в ноги, многочисленные попытки этого элемента, который пытается реализовать с собой Гулиев, пока что ни к какому успеху не привели. Более того, пресекаются в зародыши, так скажем. Да, очень хорошая защита Казаима. Так, и сейчас все может закончиться техническим нокаутом. Нет, поднимается, поднимается, встает. Этот мужественный парень. Сила воли, да. Сабуя Гулиев из последних сил, но не сдается. И огрызается еще. До конца. И раз за разом попадает с левой руки Казаим Туменов. Все тяжелее и тяжелее выдерживать эти атаки Сабуя Гулиеву. Еще две минуты до конца боя. Видимо, уже Сабуя Гулиев думает о том, как закончить этот бой на своих ногах. Проявить максимально характер. Попытка удушения идет. Не стандартная такая гелетия. Да, вот будет интересно, если именно таким образом этот бой закончится. С этого ракурса плохо видно, но, видимо, все. Вот так вот. Здесь казалось и усталость накопившаяся, и пропущенные удары. И, видимо, хорошо все-таки прихватил. Ну, замечательный геймплан был у нашего спортсмена. Поздравляем его. Все безупречно. С победой. Просто безупречно. Ну, а что касается Сабуя Гулиева, то, конечно, проявил он невероятное мужество, стойкость, терпение. Настоящий воин, боец. Но в любом случае, Казаим Туменов был сильнее. И от всей души пожелаем, чтобы никаких проблем со здоровьем после этого поединка у Сабуя Гулиева не было. И мы еще не раз увидели его в клетке. Дай Бог, да, чтобы без последствий прошел футбой. Просто с этого ракурса не очень хорошо видно, насколько плотно прихватил Казаим Гулиетин. Ну, вот здесь уже видно было, что обмяк прямо спортсмены вези вагану. Да, может быть, если бы подобное действие попробовал бы осуществить Казаим Туменов в первом раунде, да, или даже во втором, хватило бы сил, навыков и умения у Сабухи Гулиева выйти, да, из этого захвата. Но, учитывая, сколько он напропускал, как он подсел функционально, просто не было сил уже выбираться. Уважаемые дамы и господа, в этом бою на третьей минуте двадцатой секунды третьего раунда художающим приемом победу одержал боец красного угла клетки Сабухи Гулиев! Ошибка? А, нет. Вот так. Значит, изначально была ошибка? Да, судя по всему, ввели нас в заблуждение, когда выводили спортсмена. Да, приносим наши извиния. Значит, будет победитель Сабухи Гулиев.